Восьмиклассница Камила из седьмой школы не первый раз идет собирать палеты гуманитарных грузов. Уже знакома с другими волонтерами из других школ. Пришла налегке, а не так, как в первый раз. Я в первый раз вообще с собой все брала. Думала, форму еще где-то нужно искать. Воду брала, а здесь вообще все дали. Школьника встречает Филипп Сопх. Он предприниматель и такой же волонтер. Но, конечно, поопытнее. Смотрите, что нам нужно сделать. Нужно вот эти вот варенья, соленья. И пока скрывать в коробку, поставить ее отдельно, к остальным, неполным. Потом, когда будут полные коробки, мы соберем их в палет и на вылаз. 13-летняя София пришла на сбор грузов в первый раз. Говорит, работу ей дали несложную. То же самое у бабушки делала. Мне мама сказала, молодец, что помогаешь. Ведь это очень хорошо. Ты помогаешь фронту, ты помогаешь людям. Детей волонтеров берегут, дают пассивную нагрузку. Тяжелую физическую работу делают, конечно, взрослые. Дети помогают, естественно, их помощь необходима, но мы стараемся делать все сами, по большей части. Дети есть дети. В одной из коробок нашли игрушки. Достали, оценили, очень понравилось. Игрушки такие, какие времена. Камила принесла набивную бабу-ягу. Бабушка получилась невероятно милая, потому и прозвали ее Милка. Это наш талисман. Ее нам принесли перед Новым годом, когда мы большое количество игрушек отправляли. И мы не стали эту бабу-ягу отправлять. И решили, что это будет наш талисман, который будет приносить нам удачу. Через пункт сбора гуманитарной помощи прошли уже сотни добровольцев со всего округа. Руководитель пункта Екатерина Скорикова объясняет, что в этот раз много вещей собрано специально для детей. Мы едем в этот раз в преддверии Дня защитника детей. И мы будем раздавать подарки деткам. Это будут и школы-интернаты, и на подшифтной территории повезем обязательно и сладенькое, и книги, и игры. В прошлый раз в зону СВО собирали генераторы, газ, бронежилеты. В этот раз от военных новый запрос. Очень сейчас актуально это рыболовная сеть. Рыболовными сетями наши военные ловят в ловушке дроны. И дрон туда попадает, значит, и не успевает разорваться. То есть это сейчас очень актуально. Дядя Коля, привет! Дядя Коля – опытный водитель-экспедитор Николай Иванов. За баранкой с 1984 года. Показал нам свою кабину. Маленький жилой модуль, в котором предусмотрено, кажется, вообще все. Это вот у меня холодильник. Это морозильная камера. Это холодильник. Вот суп мне в дорогу жена приготовила. Мужчина должен оставаться мужчиной, даже в дороге. Душ каждое утро на стоянках. С собой смена чистой одежды. Никакой щетины. Пожалуйста. Можно побриться. На плечи этого мужчины почти каждую неделю ложится ответственность за 20 тонн груза, который собирают добрые люди Одинцовского округа. С начала СВО сделала в Донецк уже почти сотню рейсов. Ни в какие серьезные передряги не попадал. А это для поднятия настроения. Шляпа. Вот. И в путь-дорогу. Тимур Гайсин, Илья Павлов. Телекомпания Одинцова.